Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от текста Евангелия от Марка, 2 глава, 27-28 стих, мы зададимся вопросом, что значит «суббота для человека, а не человек для субботы?» И как понять слова, сказанные о Христе, «и посему Сын человеческий есть Господин и субботы?» Давайте сначала прочитаем этот отрывок целиком, Евангелие от Марка, 2 глава, 27-28 стих. «И сказал им, суббота для человека, а не человек для субботы, посему Сын человеческий есть Господин и субботы». О чём это? Христос говорит здесь о том, что все религиозные действия, все религиозные празднества, все религиозные каноны, предписания, само Священное Писание – всё это в помощь человеку. Для того, чтобы сообщить ему правильное направление, чтобы он не ошибился в своём пути, не запутался. К сожалению, в течение многих столетий Ветхозаветная Церковь настолько исказила отношение к закону Божию, что закон стал чем-то давлеющим, невыносимо давлеющим над каждым человеком. И такая строгость закона, она исказила образ Бога, который перестал быть человеколюбивым. Как мы читаем о Господе в книге «Исход», а Бог превратился в некого диктатора, который сидит на небесах и только ждёт, когда мы ошибёмся, чтобы схватить нас и заключить вечный крематорий. Но заповеди даны не для смерти, а не даны для жизни. И если кто-то готов умереть за религиозные принципы, это не христианские принципы. Потому что заповедь, данная нам в Писании, она даётся для жизни, не просто для жизни. Сказано, Христос принёс жизнь и жизнь с избытком. Эта жизнь, которая, начавшись в этой временной жизни, она уже не прекратится никогда. Но мы привыкли к тому, что закон Божий — это грозный, суровый прокурор, который обвиняет нас и всегда требует смертной казни. Мы готовы обложиться этими книгами, книга «Правил», «Кормча», «Намаканон», «Пятикнижия» и судить, судить каждого. Человек пребывает в неком аду. Как его веру можно назвать евангельской, если слово «евангелие» означает «благая» или «радостная весть»? О чём же это, благая или радостная весть? О том, что ныне, независимо от наших плохих или хороших дел, явилась правда Божия в явлении Иисуса Христа, который прощает нас. Христос говорит «Придите ко мне все». Все это значит и ты. Труждающиеся обременённые, труждающиеся над дьяволом, обременённые грехами. Господь говорит «Придите, я успокою вас». Он готов дать свободу там, где нам не хватило человеческих усилий. Ведь Он, Сын Человеческий, есть Господин и Субботы, Он составил этот закон. Как сказано, слово стало плотью. Он и есть то слово, которое звучало с Синая. Об этом прямо сказано в Новом Завете, что Дух Христов издревле говорил в пророках. Он же есть слово, звучавшее на горе блаженства. И это всегда слово утешения, которое, если может вызвать слёзы, то это слёзы радостного раскаяния, переживания, что во Христе мы всецело объемлемся любовью Бога. Он – Господин Субботы. Он – Господин каждого религиозного действия, потому что всё должно указывать на Него. И когда именно христоцентрично мы воспринимаем богослужение, нам открывается истинный образ Бога не как диктатора, а как любящего Отца. Апостолы хотели увидеть Бога. И Христос им сказал, «Сколько я с вами, и вы не видите?» «Видевший меня, видел Отца». Иисус Христос своими действиями, своими словами. Он раскрыл намерение Бога. Он показал характер Бога Отца. Он сам говорит о себе. «Я пришёл не во имя Своё, во имя Отца. Видевший меня, видел Отца». И если мы смотрим на Бога Отца через Сына, мы видим вечную любовь, которая призывает нас к себе словами Христа. «Придите ко мне все, труждающиеся и обременённые». Сам этот мир создан для человека. Потому что человек является последним творением. И атеисты, безбожники любили говорить о том, что человек – это венец природы. Но это немножко не так. Даже какая-нибудь коза сотворена раньше человека иронизирует святителя Азлатоуста. Какой-нибудь лопух раньше человека. Но Бог создал весь этот мир планеты как дворец для человека. И ввёл его в рай сладости, чтобы показать, каким должен стать весь этот мир, в котором господином и владыкой теперь является человек. Суббота для человека, а не человек для субботы. Помни об этом. Всякий раз, когда ты хочешь упрекнуть другого верующего человека, какое-то обвинение, выдвинуть против него, предложить какой-то неудобный путь, Христос говорит, что иго – моё благо. Его иго – благо. А дьявол – это тот, кто изматывает нас, мучает наш внутренний мир, делает нас обесточенными, агрессивными, нервнобольными. Если ты оказался в такой секте, и она, может быть, называется православной, по крайней мере, это не церковь. Ибо церковь Святого Евангелия – это радостная жизнь в Боге и с Богом. Христиане очень много рассуждали о том, насколько Бог любит нас. И однажды Златоуст решился, и в своём толковании, насколько я помню, на 113-й Псалом, он воскликнул – Бог любит тебя больше, чем отец и мать. Бог любит тебя больше, чем ты сам любишь себя. Бог любит тебя больше, чем тебя любят друзья. Бог любит тебя больше, чем Бог любит самого себя, ибо ради тебя Он отдал Сына Своего Возлюбленного за твои грехи и за твои преступления. Суббота для человека, а не человек для субботы. Это говорит Господин Субботы. Тот, кто составил чин богослужения для нашей радости и нашего торжества. Не будем об этом забывать. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя. Продолжение следует...